Давай, раз, два, три, ну что ты! Вообще классно! И бегом по ладу. Даже не полностью. Церковный обряд уже давно перерос народную традицию. Тех, кто и ледяной воды не страшится, только в одном Владимире набралось 1800 человек. Нырять готовы даже дети. Данил, несмотря на юный возраст, в крещенских купаниях толк знает. С хорошим настроем, если честно, я уже не помню, какой раз я ходила сюда нырять. Нравится? Да. В этом году во Владимире всего три согласованных купеля по традиции. Купаются на Гусинке, Заклязминском пруду и Семязино. На озере Глубоком подкачало качество воды. Пробы не соответствуют санитарным нормам. Объект для купания закрыли. Поэтому на Семязино еще до полуночи в купеле образовалась очередь. Во льду вырубили прорубь 2 на 3 метра. Окунали сразу подвое. В этом году лед крепкий, на озерах толщина под 40 сантиметров. Поэтому обстановка безопасная. На данный момент купальня проходит все тихо и мирно. Сегодня в течение дня купальня была свидетельствована. Она соответствует всем требованиям, которые были поставлены. На данный момент мы совместно со спасателями, сотрудниками полиции непрерывно производим наблюдение. Дно у нас песчаное, очень удобное. Не знаю, наверное, все сделает для людей. Единственное, вот хорошо сейчас немного снега, хоть пропало, а то снег шел ужасный. Днем, конечно, было тепло. Немножко поморозится, конечно. Но погода сама себе матушка. Погода действительно подкачала. До полуночи во Владимире была сильная метель. Отогревались купающиеся около костров и в теплых раздевалках. На семязи на их две, женская и мужская, в каждой тепловые пушки. Рядом с озером развернули полевую кухню, кормят гречневой кашей, пирожками и сушками. На всех желающих заготовили самовар на 45 литров. Из согревающих напитков только чай. Спиртное накрещение категорически запрещено. Против практики купаться под шофе выступают и священнослужители. Крещенские купания – это обряд, в первую очередь, духовного очищения. Подтверждают это и владимирцы. С 55 начала купаться, и вот до сих пор. Прекрасно себя чувствую, очень даже хорошо. Есть какие-то секреты, как проще пережить холодную воду? Заниматься спортом. Спортом и меньше кушать. Блюдить, как говорится, христианский образ жизни. Закаливание, здоровье, традиции, праздник. В принципе, и все. Есть. Ощущения, легкости, свежести. Вы просто заходите, и вам не холодно. Главное – просто зайти. Главное – хотеть этого. И все. Когда холоднее? Когда мороз крепкий на улице? Или вот когда такая холодная? Сейчас холоднее. При морозе жарко, сейчас холодно. Подержал крещенскую традицию губернатор Владимир Сипягин. Он приехал с визитом в Спасо-Преображенский монастырь Мурома. Глава региона трижды окунулся в купель на городской набережной Аки. Всего же в области, в ледяной воде, в эту ночь искупалось 21 тысяча человек. Пройти обряд очищения можно было до трех часов утра. Валерия Саенко, Александр Мажаров, 6 канал.